Я думаю, что самая глубокая нужда, которая есть у нас с вами, это знать Бога как нашего отца. Я вырос в семье, где мой отец был всегда рядом. Он всегда был хорошим отцом. И, как я уже говорил, я не был бы тем, кем я являюсь сегодня, если бы не участие моего отца. Но даже несмотря на это, я хотел от отца большего. В школе я занимался борьбой, я мечтал, чтобы тренер обнял меня и назвал меня сыном. Помню, как я хотел пойти в военную школу, потому что очень хотел дисциплины. Глубоко внутри мы все хотим ободрения от отца. Нам нужны границы. Нам нужно знать, что мы под защитой. Нам нужно знать, что наш отец сильный. И Бог отец хочет дать все это каждому из своих детей. Если вы росли без отца, или ваш отец был жестоким, или же он был рядом, но отсутствовал эмоционально, знайте, что с Богом все может обновиться. И Бог отец сможет заполнить все пустые места в вашей жизни. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 18 стихе, Иисус сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Если вы думаете, что вы смотрите повтор программы, то это не так. Я просто повторяю некоторые мысли из прошлой программы. Перед тем, как пойти на небо, Иисус обратился к самой большой нашей нужде, к тому, что я называю «сиротским духом». Он сказал, «Я не оставлю вас сиротами». А кто такой «сирота»? «Сирота» — это тот, у кого нет отца. Отец предоставляет защиту, имя и чувство безопасности. Иисус сказал, «Я ухожу, и в этом мире вы меня больше не увидите, но знайте, что Я не оставлю вас одних». Отец пошлет вам Руах Кадеш, Духа Святого. А вы знали, что без Иисуса все сироты? До рождения свыше вы были сиротой в прямом смысле этого слова. Все мы раньше жили, следуя похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Это те грехи, которым дьявол искушал Адама и Ему. Дьявол сказал им, «Если вы съедите это, то станете такими, как Бог, и будете знать добро и знать зло». Давайте посмотрим послание к Ефесиным, 2 главу, с 1 по 6 стих. Там описано, что случилось, когда Адам согрешил, как это повлияло на нашу жизнь, и как грех Адама сделал всех нас сиротами. Пожалуйста, послушайте послание к Ефесиным, 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям, и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вы помните, как действовал враг? Он сказал, что это приятно для глаз, приятно на вкус. Именно такой дух руководит людьми до их рождения свыше, и познание Бога как своего Отца. Далее написано, «между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью выспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Как видите, когда пришел Иешуа, Он вывел нас из того состояния, в котором мы находились. Когда мы были отдалены и отчуждены от Бога, и через процесс возрождения открыл нам Бога как нашего Отца. Когда пришел Иоанн Креститель, Иисус сказал, «Это Илья, если вы сможете это принять». Одной из главных целей Иоанна Крестителя было повернуть наши сердца к Небесному Отцу. Давайте посмотрим книгу Малахии, 4 главу, 6 стих. Там написано, что до прихода Господа придет тот самый Пророк, и Он повернет сердца детей к Отцу. Только послушайте. «И Он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием». Здесь говорится не только о земных отцах. Он говорит пророчески о возвращении наших сердец к Отцу Небесному. А через жертву Иисуса на кресте мы можем открыть для себя сердце Отца. Без Отца землю ждет проклятие. Давайте еще раз посмотрим, что сказал Малахии. Речь об Илье. Напоминаю, что Иисус назвал Иоанна Крестителя Ильей. «Итак, через Илью, который укажет нам на Иисуса, наши сердца обратятся к Отцу, потому что Иисус сказал, «Я есть мпуть, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус также показал нам, как строить отношения с нашим Отцом. Почему, когда наши сердца обратятся к Нему, и мы будем иметь общение с Ним благодаря жертве Иисуса, на землю не придет проклятие? Что это означает? А я предлагаю вам посмотреть внимательно на эти стихи еще раз. «И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил с земли проклятием». Что это значит? Вы знали, что среди тех, кто сидел в тюрьме, огромный процент тех, кто вырос без Отца, будь то наркотики, ранняя беременность, преступная деятельность, корень почти всех социальных золота, отсутствие фигуры Отца в доме. Все эти грехи и аномалии общества вызваны без Отцовщиной. А через возвращение наших сердец в отношения с Папой, с нашим Небесным Отцом, Земля будет свободна от осуждения, потому что через восстановление отношений с Отцом наша жизнь начинает благоухать и угождать Ему, в отличие от той жизни, о которой мы только что читали в послании к Ефесиным. Жизнь в похоти плоти, похоти отчей и гордости житейской, она приносит осуждение. Когда мы с вами входим в восстановленные отношения с нашим Небесным Отцом, мы входим таким образом в благословение. Так, благословение Отца проникает во все сферы нашей жизни. Как и писал Иоанн, он говорил возлюбленный, «Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, потому что для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Миссия Иисуса заключалась в том, чтобы умереть за наши грехи и явить нам Отца. Послушайте, о чем молился Иисус в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Мы называем эту молитву молитвой первосвященника. Иисус произнес ее перед тем, как пойти на крест. Считается, что самые весомые слова человек произносит, когда знает, что его смерть неизбежна. Иными словами, когда вы знаете, что вы последний раз говорите со своими близкими, вы говорите им самое важное, что есть у вас на сердце. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, Иисус знал, что скоро его ожидает крест. Именно тогда он произнес весомые слова. Итак, Иисус собирается пойти на крест, и он говорит о том, что кажется ему самым важным. Послушайте 26 стих. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Он говорит о цели, ради которой он пришел и прожил на земле 33 года. Он рассказывает о том бремени, которое привело его на крест. Он говорит, «Отец, я исполнил то, для чего ты меня послал. Я открыл твою любовь тем, кого ты любишь, тем, кого в Евангелии от Иоанна, 10 главе, Иисус назвал овцами». Итак, Иисус в конце своей жизни, он завершил свою миссию. Он вот-вот пойдет на крест, где будет кульминация его миссии. И он говорит, что его цель — явить нам Отца и умереть за наши грехи, чтобы мы могли иметь взаимоотношения с Отцом. «Отец, я открыл им твое имя, и я продолжу делать это». Еще раз подчеркну, что Он открывал нам имя Отца, Отец, а также Иисус учил нас, как жить во взаимоотношениях с Отцом, показывая своим примером, что значит быть Сыном. Иисус показал нам, как быть сыновьями. Мы видим отношения, какие были у Иисуса с Отцом. Прочтите Евангелие от Иоанна и подчеркните все места, где Иисус говорил с Отцом, и вы увидите, как Иисус общался с Отцом. Он жил ради того, чтобы исполнять волю Отца. Он жил в полной зависимости от Отца. Он жил по воле того, кто Его послал. Иисус очень сильно любил Отца. Он был смиренным рядом с Отцом. Он ходил в полном подчинении и жил для славы Своего Отца. Он показал нам, как быть Сыном. Иисус призывает нас, чтобы в Нем мы жили так же, с помощью Святого Духа. И в завершение, я хочу еще раз ободрить вас замечательными словами из Евангелия от Иоанна. Посмотрим 13 главу. Третья и четвертая стихи. Послушайте, что говорит Слово Божие. Это один из моих любимых отрывков Писания. Об этом была моя последняя проповедь в библейской школе. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, скажите, кто отдал все в Его руки? Это Отец. Он знал, что у Него было все. Как видите, у Иисуса не было мышления недостатка. У Него не было нищенского мышления. Он знал, что у Него жизнь с избытком. Это не значит, что Иисус разъезжал повсюду на лучшем ослеве Иерусалиме и носил лучшую одежду, но Он знал, что все, что нужно для полноценной жизни, Отец дал Ем. Итак, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, у Него было все необходимое для жизни и благочестия. Библия говорит, что Бог Отец благословил нас всем духовным благословением в небесах. Отец желает, чтобы вы это знали. Он не хочет, чтобы у вас было мышление страха или недостатка. Живите с мышлением избытка, зная, что Отец дал вам все. Провозглашайте это с верой. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и послушайте внимательно, что Он от Бога ишел, Иисус знал, кто Он. Когда мы знаем, кто наш Отец, мы знаем и кто мы. Если мы с вами будем искать Бога и Его славы, будем знать, что Бог наш Отец, и будем видеть Его в нас, когда мы придем к откровению о том, что Отец в нас, в Своей славе, мы будем знать, кто мы. Вам не нужны будут обстоятельства или поверхностные вещи, чтобы поверить в то, кто вы. Такая вера будет длиться, лишь пока есть эти условия. Нет. Нам нужно точно знать, кто мы, чтобы даже, когда мы лишимся всего, нашей внешности, красоты и всего остального, мы сохранили уверенность, потому что мы знаем, что мы от Бога. Именно об этом говорил Иисус. Он полагался не на свою внешность. У Него было откровение о том, что Он Сын Божий. И так Он знал, что Он от Бога пришел и к Богу возвращается. Он знал не только то, кто Он, не только то, что Отец был в Нем, а Он в Отце. У Него было ДНК Отца. И у вас оно тоже есть. Оно у всех детей Божиих. Я разрушаю всякое проклятие и всякую ложь, которая мешает вам познать то, что вы дитя живого Бога. Вы сын или дочь Всевышнего Бога. Бог ваш Отец. И так Иисус знал, что пришел от Отца и к Нему Он возвращается. Он знал свое предназначение. Он знал, кто Он и куда направляется. И Он знал, что Отец дал Ему все. В следующем стихе сказано, зная все это, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался и начал мыть ноги ученикам. Иисус знал, что у Него есть все. То же можно сказать и о вас. Бог Отец дал вам все, что вам понадобится в жизни. Как только вам это понадобится, вы это получите. Иешуа знал, что Он пришел от Бога. Он знал, что Он Сын Бога. Продолжайте молиться, просить и стучать, чтобы Отец открыл вам, что вы Его дочь или сын, и чтобы вы знали, что у вас Его ДНК. Еще Иисус знал свое предназначение. Он знал, что этот мир не был Его Домом, и Его ожидало нечто большее. Зная все это, Он был настолько свободен, что мог заботиться о других людях. Если мы не знаем, кто мы, то мы будем тратить всю свою энергию на то, чтобы стать с кем-то. Мы будем соревноваться с другими людьми за чувство значимости. Мы будем всеми силами пытаться стать важными в своих глазах. Мы будем соревноваться. Нас ожидают распри, разделение, конкуренция, если мы не знаем, кто мы. Мы очень нуждаемся в ощущении значимости, поэтому мы делаем все, чтобы почувствовать ее. И многие достигают этого, избивая других людей, издеваясь над ними, возвышаясь над другими, чтобы почувствовать себя кем-то. Но когда мы знаем, кто мы, нам не нужно этого делать. Итак, Иисус знал, кто он, куда он идет, и что Отец дал ему все, поэтому ему не нужно жадничать. Он не действовал на основании мышления недостатка. Мне, мое. Он знал, что Отец уже дал ему все. Он знал все это, и поэтому смог сфокусироваться на нуждах других людей. Он обвязался полотенцем, потому что был свободен. У него уже было все. Он знал, кто он, и осознавая это, он обвязался полотенцем и начал мыть ноги ученикам. Разве это не прекрасно? Бог наш Отец. Он папочка. Я молюсь за себя и также за всех зрителей. Пожалуйста, положите руку на свое сердце. И теперь давайте обратимся к нашему небесному отцу. Я прошу тебя, Отец Небесный, наш папочка, я прихожу к тебе как твой сын, или я прихожу к тебе как твоя дочь, во имя Иисуса. Я хочу иметь то же, что имел Иисус. Ты сказал, что усыновил меня в своем сыне. Иисусе Христе. Я прошу, помоги мне понять через откровение Святого Духа, что я пришел от тебя. Я рожден от тебя. У меня твоя духовная ДНК. Помоги мне понять, что ты уже дал мне все, все, что когда-либо мне понадобится для этой земной жизни. Мне не нужно ничего бояться. Мне не нужно жить в страхе. Не нужно жить в недостатке. Отец, я хочу, как Иисус, знать, что я пришел от тебя. Ты дал мне все, и я вернусь к тебе снова.